всем привет ребят сегодня у меня подборка фильмов про любовь сразу хочу сказать мужской половине зрителей не переключать это видео потому что здесь не будет сопливых мелодрама любви до конца жизни здесь будет кино в жанре фантастика приключения комедии и такие жизненные драмы которые подойдут как для мальчиков так и для девочек и давайте уже начнем откроет топ фильм с джаредом лето в главных ролях что уже может привлечь ваше внимание эта картина под названием мистер nobody в оригинале а по-русски звучит как господин никто только выбор не сделан все на свете возможно жанру фильма фантастика там рассказывается про недалекое будущее в котором на все человечество обрело бессмертие молодой журналист берет в нем интервью у единственного оставшегося смертного человека на планете земля которого прозвали как раз мистер никто он рассказывает про свою жизнь начиная с самого рождения и описывает очень важные моменты из своей жизни в которых у него были страшные муки выбора и каждый такой выбор колоссально влиял на его будущее и самое интересное что он рассказывает про все свои варианты жизни исходя из этих выборов в общем наверное сейчас это звучит все очень сложно да фильм необычный вам просто нужно его посмотреть конечно немалую роль в этом фильме играет любой следующий фильм жанре приключенческая комедия он безумно позитивный и я его смотрела наверное раз 10 уже если не больше он всегда мне очень сильно поднимает настроение фильм под названием невероятная жизнь уолтера митти вначале кажется ни за что не распудать но в конце все проясняется я мечтал о том кем я хочу быть чем хочу заниматься в центре сюжета самый обыкновенный работник офиса уолтер митти его жизнь очень посредственно и скучно он проработал на одной должности уже 11 лет и в его жизни ничего не происходит но в один день его компания меняется начальство и она грозит ему увольнением чтобы сохранить свою работу обстоятельства вынуждает его отправиться в исландию отсюда в этом фильме как вы уже поняли а перед нами открываются невероятные виды и наш герой отправляется в невероятное путешествие на которое его вдохновляет конечно же любовь следующая картина это французско-комедийная драма 2019 года под названием он и она я сразу все поняла как только мы встретились как тебя зовут меня как мотылька так и тянуло на пламя а на утро я ее не узнал то ли напился вчера то ли она за ночь подурнела это очень нетипичная история любви которая продлилась 46 лет чем она мне очень понравилась как раз тем что она не слащавая как это бывает в сказках ссорами разводами изменами и так далее мне очень понравилось что в этом фильме очень много юмора местами черного и он реально жизненный эта история любви очень интересная пикантно преподнесена зрителю поэтому я ее очень советую следующий фильм сняли также французы и у него очень провокационное название любовь живет три года 57 лет совместной жизни фильм снят по очень популярному в свое время роману написанному писателем фредериком бэкбедером вы можете знать его по его также популярному экранизированному роману 99 франков тоже кстати советую этот фильм просмотру он крутой так самая главная идея автора о том что любовь живет всего три года сначала люди испытывают друг другу влюбленность у них безумная страсть на второй год у них появляется уважение к партнеру они становятся как родными а третий год отношений держит друг с другом только лишь привычка они постоянно ссорятся ругаются и по мнению автора спустя три года вся любовь угасает но в один момент он начинает сомневаться своей теории когда он встречает обворожительную девушку алису я обожаю французские фильмы о любви они у них получается невероятно атмосферными следующий фильм удостоен оскара за самый оригинальный сценарий эта картина с необычным названием вечное сияние чистого разума это один из немногочисленных фильмов где джим керри играет не в комедийном опуа и надо сказать что он был очень хорош в драматической роли история мужчины и женщины которые встречаются в поезде у них завязывается разговор и сразу находит общий язык и понимают что у них просто очень много общего и такое ощущение как будто они были знакомы всю жизнь и да оказывается что они реально были знакомы но как так получилось что они не помнят друг друга это вы узнаете при просмотре фильма фильм жанре фантастика там очень сложное повествование и надо внимательно его смотреть следующий фильм известного режиссера и актера брэдли купера с леди гаг и также в главных ролях это фильм звезда родилась что хотел еще раз посмотреть на тебя скажу сразу чтобы вы приготовили платочки потому что конец фильма будет далеко как не в сказке и это действительно драма весь фильм я не могла оторвать свой взгляд от леди гаги она в нем безумно красивая и милая то ли это чудеса кинематографа то ли она очень хорошая актриса которая может перевоплотиться реально в другого человека также она выпустила несколько саундтреков к этому фильму который просто пробирают до дрожи фильм где ученик однажды превзошел учителя где женщина добилась большего в паре чем мужчина и как они с этим справлялись и справились ли вы узнаете только естественно при просмотре фильма самое интересное что брэдли купер на моменте съемок и выпуска фильма был женат на нашей известной русской модели ирине шей после примера этого фильма брэдли купер с ней разводится а в фильме он сыграл просто невероятную любовь с леди гага и не знаю связано это или нет но все фанаты думают что да следующий фильм настоящий антидепрессант это картина под названием амели 2001 года содри тату в главных ролях он на любви между мужчиной и женщине а любви к родителям а любви к ближнему а любви к миру и к жизни вообще в целом и он настолько пропитан этой любовью что я вам гарантирую после просмотра у вас останутся только светлые добрые чувства помимо этого там очень интересный сюжет который держит интригу до самого конца все истории из этого фильма про гнома путешественника про человека который коллекционировал фотографии с фото будок они взяты из реальной жизни это истории друзей и знакомых режиссера этой картины что становится вдвойне интересней и опять же любви сняли мои любимые французы умеют они это делать на этом все это были одни из самых моих любимых фильмов про это прекрасное чувство они все абсолютно разные у каких-то хэппи-энд у каких-то нет каких-то любовь играет ключевую роль в каких-то второстепенную но они все безумно круто сняты надеюсь вы с этим согласитесь пишите в комментариях крутые фильмы о любви которые вам запали в душу и я обязательно их посмотрю помните любовь спасет мир всем спасибо за просмотр всем пока пока а